Ну что, мы, наверное, начнем наш, не знаю, как это назвать лучше, марафон или серию встреч, посвященных тому, что у нас сегодня происходит в образовании, тем вызовом, с которыми мы столкнулись, как с технологической точки зрения, что произошло, в общем, не так давно, так и, там, не знаю, со стороны пандемии, все-таки 2020 год стал в определенном смысле поворотной точкой во всех тех событиях, которые, и в образовании тоже, которые мы видели онлайн, пришел в нашу жизнь очень-очень насыщенно, надолго и, как бы сказать, открыв дверь с ноги. Вот, ну и сегодняшняя ситуация с ограничением доступов к некоторым ресурсам, некоторые ограничения пока носят гипотетический характер, некоторые уже вполне себе реальный, тоже ставит перед нами целый ряд вопросов. На вопрос сегодняшнего дня нам ответить будет достаточно сложно, мы можем только по теоретизировать, поскольку мы не знаем, насколько глубоко и далеко зайдет ситуация с различными ограничениями, которые уже сейчас введены, они вводятся и снаружи, и изнутри, и динамика этих изменений не особенно нас радует, к сожалению, но тоже совершенно непонятно, как в дальнейшем, где остановится вот этот махавит. Напомню чуть-чуть, как у нас будет выстраиваться наш форум, сейчас с 12 до 12.30 я расскажу, ну, скорее-таки, вводные вещи о том, что у нас в образовании изменилось за последние годы, а что не изменилось, хотя все считают, что произошла какая-то революция или трансформация. С половины первого до часу моя коллега Ольга Лаврентьева расскажет о том, почему, собственно, важной деятельностью сейчас является переход от знаний предметных, к предметной грамотности, во-первых, во-вторых, к новым навыкам, которые каждому учащемуся сегодня нужно прививать. В час слово возьмет наш Алексей Конобеев, который поведает о новых форматах в заданиях по ЕГЭ, и это тоже займет где-то минут 40, может быть, час. И завтра у нас три секции «Физика, русский язык, математика», тоже поговорим подробно про ЕГЭ, завтра предметные такие вещи, и завтра прямо вот говорим про ЕГЭ очень-очень пристально. Ну и сегодня тоже начнем с английского языка. Ну, а первые два доклада, скажем так, будут вводными. Я буду отвечать, стараться отвечать на вопросы, которые вы будете задавать в блоке «Вопросы и ответы» и в чате. Ну, если время у нас все-таки ограничено, если мы не успеем, то я отвечу на них письменно чуть позже. Ну, давайте мы перейдем с вами уже к небольшому моему докладу. Напомню, что он займет там минут 30, и потом мы с вами сможем побеседовать. Современные тенденции образования в мире и в России. Skyeng, SkySmart, SkyTeach. Все, что вы видите на экране. Пять минут рассказывал уже, но сейчас пора представиться. Меня зовут Антон Макаров. Я методист, преподаватель русского языка как иностранного и руководитель сопровождения преподавателей в Skyeng и SkySmart в двух наших брендах. Мы занимаемся тем, что помогаем преподавателям доводить их учеников не до истерики, а до образовательного результата, до цели. Мы работаем и с показателями, и с поддержкой преподавателей, отвечаем на вопросы, в том числе методического характера. В общем, занимаемся такой поддержкой наших преподавателей, которых мы тоже считаем своими клиентами. Пожалуй, про себя, наверное, все. Все, без дальнейших комментариев. И начнем мы сразу с того, что сейчас волнует, наверное, многих, а именно с экономики образования. Так уж вышло, что в России экономика образования, расходы на образование, особенно взрослых, по различным опросам не считаются расходами первой необходимости. Расходы первой необходимости – это все-таки еда, вода, коммунальные платежи, это, безусловно, интернет, сегодня мобильная связь, одежда, образование. Все-таки оно не то чтобы совсем на периферии, но, в общем, это не предмет первой необходимости уж совершенно точно. Даже в лучшие годы, в годы, когда, в общем, эти годы были совсем недавно, буквально три недели назад, мы могли их так называть, в среднем домохозяйство или один взрослый работающий человек тратил на свое образование примерно 6% бюджета, что, в общем, конечно, не очень много. В текущей ситуации снижение доходов населения в среднем эта цифра, конечно, будет снижаться. И 6% от собственного бюджета будут уже в процентном отношении несколько ниже, потому что, ну, очевидно, что в текущей ситуации население будет беднеть, то есть покупательная способность будет падать, и 6% будет уже отсчитываться от меньшей суммы. Но и количество людей, которые будут готовы продолжать инвестировать, взрослых людей, которые будут готовы продолжать инвестировать в свое образование, будет в целом меньше. Это в меньшей степени затронет, ну, скажем, то, что называется апскиллинг и рескиллинг, это вот дополнительное профессиональное образование, потому что кажется, что сейчас получение профессии аналитика или айтишника или еще кого-нибудь, оно, вот это получение открывает дорогу, там, не знаю, к светлому будущему или к будущему, которое более светло, чем то, которое есть сейчас. И здесь, да, мы какое-то там снижение покупательной способности ожидаем, в принципе, но кажется, что желающих продолжать будет тоже достаточно много. По, ну, допустим, английскому языку, с которым мы тоже работаем, мы сейчас видим совершенно обратную картину, которая нас несколько удивляет. В марте, когда уже стало, ну, по абсолютному большинству людей, понятно, что у нас экономические проблемы будут достаточно серьезные в ближайшие несколько месяцев, но мы видим, наоборот, рост. Да, у нас у школы есть, естественно, план привлечения новых клиентов, и вот он пока перевыполняется там в полтора раза практически. Мы не знаем на сегодняшний день, это инвестиционные покупки, это покупки как бы впрок, что вот сейчас я заплачу, пока там деньги еще есть, а там воспользуюсь этой услугой, может быть, чуть позже. Парковка там средств, возможно, да, для части клиентов это так, но в целом пока там сильного снижения спроса нет. Понятно, что спрос так или иначе будет снижаться, и мы сейчас скорее проходим вот такую параболу, но ТПО и английский под меньшей угрозой, чем, не знаю, какие-нибудь обучения, связанные с хобби или с чем-то еще. Здесь вот, конечно, у людей, у производителей контента, которые этим занимаются, возможностей будет чуть-чуть меньше в ближайшее время, это совершенно ясно. С детьми ситуация несколько другая. Во-первых, инвестиции в обучение детей от бюджетов домохозяйств составляют по опросам 2020 года примерно 23%. Ну, это как бы в четыре раза больше, чем взрослые тратят на себя. Обучение, образование детям хорошее, все-таки люди стараются дать. Как бы мне ни было обидно и досадно это произносить, но репутация сегодняшней среднеобразовательной школы среди родителей находится просто ниже любой приемлемой черты. Обучение, не знаю, преподавание в школе подвергается критике со всех сторон. Иногда обоснованный, иногда не совсем обоснованный. От школьного образования ожидают каких-то чудес и изменений индивидуального подхода к каждому ребенку, чего в школе, в общем, сделать по понятным причинам достаточно сложно. И, в общем, репутационные риски у школы, конечно, очень велики. Они всегда такими были. Поэтому бюджет, который тратится на кружки, на дополнительные курсы, он по-прежнему остается большой. И здесь снижение спроса на репетиторов, на какие-то дополнительные образования, он произойдет только в том случае, если совсем с экономической ситуацией будет все очень и очень плохо. Вот, с одной стороны. Поэтому мы скорее в своих прогнозах делаем ставку на то, что, да, у нас будет в мире вообще, в принципе, в России будет снижение спроса на образовательные услуги глобальные. В каком именно проценте, пока сказать сложно. Но у взрослых это снижение будет более значительным. Сейчас мы всплеск пройдем, а у детей будет все-таки менее значительным, потому что там репетиторы детям будут по-прежнему нужны. Что касается ценовой политики, то тут тоже будет сложнее с этим. И, наверное, те, кто мог платить за репетитора дорого, несколько тысяч рублей, те в любом кризисе смогут делать это и дальше. И рост, снижение дорогих услуг, наверное, мы увидим не очень сильное. Те, кто мог платить за репетиторов, там не очень дорого, там 300-400, 500 рублей, такие цены тоже есть. Их количество, наверное, вырастет просто потому, что те, которые платили где-то между вот этими высокими дорогими ценами и дешевыми, они немножко спустятся вниз в сторону уменьшения затрат. Но полностью этого, конечно, не оставят. Поэтому здесь, несмотря на все экономически возможные проблемы, с детским образованием и с расходами на детское образование все будет относительно стабильно. Вот, поэтому трагедии большой на сегодняшний день, я бы сказал, нет. Да, есть некоторое снижение спроса, которого пока тоже еще на самом деле никто не ощутил. Оно будет достаточно медленным, но неизбежным. Теперь это такой вот скорее момент, который связан с самой насущной проблемой, что будет с нами и будет ли образование за пределами, скажем, обязательного образования в школе и вузе. Теперь давайте коротко очень пройдемся по тому, а что у нас за последние два года, там, три года очень сильно в образовании изменилось. Нам кажется, что многим, я не знаю, как вам, но многим кажется, что изменения произошли какие-то радикальные, колоссальные. Мы теперь все делаем не так, как раньше, но, как мы сейчас попробуем убедиться, это не совсем так. И, в общем, в образовании, к сожалению, зачастую, а иногда и к счастью, пока изменилось не так уж много. Если мы декомпозируем образовательный процесс, то мы должны выделить там три вещи. Первое – контент. Ну и, как бы, если контент собирать не отдельно контент урока или материалы урока, а в какую-то длинную цепочку, то мы увидим образовательную траекторию или программу обучения, или что-то из этого. Вот это первая часть. Вторая часть – это, собственно, то, как контент доставляется до пользователя. Это онлайн, это оффлайн, это учебники, бумажные, интерактивные и так далее. То есть это, в общем, способ доставки или форматы, которые мы используем для того, чтобы транслировать знания, умения и навыки в непосредственно пользователя этих знаний, умений и навыков. Ну и третий блок – это, собственно, ценностные… Это, с одной стороны, ценностные установки, и носитель этих ценностных установок – это, скорее, учитель и преподаватель. Именно учитель все-таки является носителем, скажем, ценностных установок, инструктор и тьютер, которым мы потихонечку все-таки скатываемся. Я не скатываюсь, это «скатываемся» – это слово, которое обладает негативной коннотацией. Я бы не стал его так использовать. Это просто тенденция такой последних даже не двух, а десятков лет. Учитывая, что доступность образования становится повсеместной, плюрализм мнений тоже, в общем. До некоторого времени был особенность образования. Сейчас, возможно, ценностную модель нам подкорректируют, и у нас будет одна точка зрения, чего бы очень не хотелось. Да, учитель – это в некоторых книжках называется «средство обучения», поэтому его можно отнести и к первой части, но я все-таки думаю, что мы отнесем его ко второй. И вот посмотрим на эти шесть пунктов, как они изменились и что происходит. Тоже очень коротко. Ну, первое. По контенту. Сегодняшняя ситуация позволяет делать one-man education. Есть такое выражение, которое появилось с развитием YouTube, one-man TV. Это вот как раз всякие блогеры, которые делают интервью, не знаю, там, программы о путешествиях. В общем, фактически в единоличном. Они сами себе и операторы, и постановщики, и режиссеры, и монтажеры, и все прочее. И появилась такая возможность делать телевидение одного человека. Сегодня можно делать образование одного человека действительно, потому что инструментов у нас предостаточно. Мы можем сделать какие угодно материалы с использованием, не знаю, хоть Word, хоть Photoshop, хоть Canva, хоть чего угодно. Мы можем, в общем, собрать достаточно большое количество и образовательного материала, которое есть и в открытых, и закрытых источниках. В общем, мы действительно контент можем готовить самостоятельно. И это не требует какой-то особенной подготовки, и не нужно никаких особенных доступов и знаний к чему бы то ни было. На самом деле ситуация правда революционная, потому что появление сначала принтеров во всяком образовательном учреждении позволило печатать свои собственные материалы, скажем, для уроков. Да, это было подороже, чем какую-нибудь брошюрку сделать типографическим способом. Но, тем не менее, это стало возможным. И в 2010-2011 году, я уверен, что вы сами учились, поговорили к ксерокопиям, чего там раньше представить нулевые. В 90-е годы было достаточно сложно. В нулевые уже было можно. Сегодня интерактивный контент, который мы можем делать, количество платформ, на которых мы можем его делать, он просто потрясающий. И есть и шаблоны. По очень многим предметам есть открытые задачи, которые можно просто копировать, вставлять и делать. Нужно, конечно, проверять законность всего этого, но в целом проблем никаких нет. Проблема есть одна с контентом – это время. Потому что я, как преподаватель русского как иностранного, очень сильно пострадал в свое время от того, что хороших учебников по русскому как иностранному очень мало. И хороших материалов очень мало. Это не самое популярное, скажем так, языковое направление в мире. И учебники пишут под какие-нибудь языковые группы. Очень много учебников, скажем, для китайцев, для студентов из Китая. Но для европейцев их прям немного. И приходилось делать очень много самому. И это отнимает огромное количество времени. Поэтому мало кто с этим связывается. Поиск контента для урока – это тоже время. Это гораздо проще. Если вы репетитор, то вы используете учебник, который вам нравится и который вы хорошо знаете. И, в общем, не очень важно, подходит этот учебник студенту или не подходит. Ну, там как-нибудь адаптируем, в конце концов. По ситуации будем смотреть. Если вы работаете, не знаю, я тоже работал в ВУЗе. И там была программа обучения. И были какие-то брошюры, какие-то методички, по которым нужно было преподавать. Они в основном были абсолютно ужасные. Сделаны и наспех, и как попало. И ценности в том, что они были, было особо никакой. Ну, и, наконец, асессмент качества контента. Это тоже штука, которая требует времени, там, критически подойти к тому, что вы собираетесь взять на уроке, что вы собираетесь по какому материалу отработать, нет ли там каких-нибудь ошибок. Это тоже, в общем, отнимает времени достаточно много. Даже у нас на платформе, где очень много всего преподаватели, начиная урок, ну, будем честны, не всегда открывают контент урока до его начала. И потом встречаются там с чем-нибудь, что им категорически не нравится, и они выражают свое негодование по этому поводу. Но, как бы, контент, материалы урока, они сделаны не так, да, чтобы… Вот вы обязаны их взять, и если вы их не возьмете, то случится что-нибудь страшное и ужасное. Ну, просто сами можете выбрать, да, контент всегда построен по так называемому завигмальному принципу, это по принципу избыточности. То есть там есть несколько упражнений на одну и ту же тему, и совершенно необязательно там делать их все. Просто вот вы можете выбрать. Но даже с этим выбором сложно, потому что, ну, действительно, проработать контент, который даже вы знаете под конкретного ученика, это время, и с этим по-прежнему сделать можно мало что. Но мы переходим к следующему блоку, когда контент… Контент – это как бы единица контента, урок, я не знаю, там, ну, какой-то, в общем, какой-то фрагмент, какая-то партикула. И когда вот эти партикулы все там склеиваются вместе под определенного ученика, под его интересы, под его цели, задачи, потребности, то у нас появляется образовательная траектория. Образовательная траектория, ну, мы все знаем эти аббревиатуру ИОТ, которая набила всем уже оскомину, даже когда я в 2013 году последний раз работал в университете, она была. Каждому студенту надо было составить эту индивидуальную образовательную траекторию. Понятное дело, что все этот процесс саботировали и делали примерно все одинаковое для всех. Я не знаю, как сейчас обстоят дела с этим сейчас, но подозреваю, что намного лучше. Так вот, образовательная траектория на сегодняшний день формируется контентом, к сожалению. Не потребностями студента, не тем, что он хочет, и к чему он стремится, или к чему его нужно стремить. Потому что люди, например, в ДПО это очень характерно. Люди, когда заходят изучать какую-нибудь аналитику данных, они не очень себе представляют, что они получат на выходе. Когда мы изучаем иностранный язык, мы примерно хотя бы понимаем, зачем мы это делаем, даже если это просто ради удовольствия и не с ним поговорить про Леонардо да Винчи. Но даже когда мы хотим изучать английский для себя, у нас есть какой-то образ результата. Заговорить с кем-либо, что обсудить, фильм какой-нибудь понять. Это странные цели, про них можно подискутировать, но тем не менее образ результата есть. В ДПО образа результата, как правило, нет. Я хочу стать аналитиком, но я вообще не представляю, что это за профессия. Просто говорят, что там круто, и много денег дают сразу. Поэтому мы иногда должны формировать этот самый образ, эту самую цель. Что сейчас происходит с образовательной траекторией? Практически все полагаются на чужую экспертизу. Мы берем учебник и вперед. И как-то там что-то выстроено, там какие-то есть блоки. Нам иногда нравится, иногда не очень, но особенно мы не заморачиваемся. Сейчас проблема номер один, которая стоит перед большими образовательными институциями и Skyeng в том числе, это формализация этих самых персональных треков. На сегодняшний день это big idea. Ну то есть, как это можно сделать? Это можно сделать только, естественно, алгоритмами и большими данными. Никак иначе. Или потратить на это огромное количество денег, человека, часов, ресурсов, и получить примерно то же самое, что вот этими самыми алгоритмами. То есть, нам нужно оценить путь, который проделывают успешные ученики в каждом предмете, которые добивают своих целей, этот путь оцифровать, выделить в нем какие-то общие положения, и вот это общее положение сделать базой для трека, ну и персонализировать его в зависимости от интересов. Сейчас такой проект Skyeng есть. Он уже проходит, скажем, экспериментальную фазу, и результаты, кажется, будут тоже очень-очень интересными и занимательными. Потому что действительно мы сейчас пробуем алгоритмически создавать индивидуальную траекторию, в которую набирается контент, который есть на платформе, в каком-то индивидуальном порядке. Да, понятно, что там этот порядок пока не связан конкретно с человеком, он связан скорее с паттерном цели этого человека. Ну вот есть люди, которые хотят сдать, не знаю, там международный экзамен какой-то. Вот под него подойдет, под эту цель подойдет вот такая траектория. Под этих людей вот такая траектория. И она будет действительно индивидуализирована, но не в рамках каждого человека. Каждый человек – это уже там следующая итерация, когда мы начнем очень хорошо скорить людей, понимать, с какой скоростью они могут заниматься, от чего они хотят и так далее и тому подобное. Здесь нужен прям очень глубокий анализ именно человека как обучающегося субъекта. Дальше. То есть здесь пока по образовательной траектории мы можем индивидуальный план писать по-прежнему, как это было 20 лет назад, но успешных, вот абсолютно успешных, доказанно успешных, суперхорошо работающих инструментов алгоритмизированного, формализованного сбора персональных треков на сегодняшний день я бы сказал, что нет. Есть попытки, есть подходы, но пока нет такой кнопки, на которую ты нажал, ввел какие-то данные, хочу сделать вот это, нажал кнопку, и тебе вылез весь контент, который тебе нужно пройти с определенной скоростью и так далее. Этого нет. По доставке контента. Здесь, конечно, у нас произошла революция. Так лет 15 назад, когда Skype придумал, что можно звонить, производить видеозвонки. Ну и сейчас можно там делиться экраном. Мы с вами в Zoom занимаемся, все прекрасно. И доставлять контент действительно сейчас предостаточно инструментов. Мы с вами можем заниматься с учениками из любой страны мира, лишь бы интернет был. Сложность сохраняется с доставкой прежняя. Мы хорошо доставляем до органов чувств. Да, у нас есть там аудио, видео, контент доставляется прекрасно. Но доставка до того, что называется acquisition device, вот некий, помните, как Ноэм Хомский в свое время, или Ноэм Чомский в свое время говорил, что, ну его самая знаменитая теория, после трансформационной грамотики, конечно, о том, что у человека где-то там в голове, у маленького каждого человека, есть LAD, language acquisition device, какая-то штука, которая, в общем, язык усваивает. И потом она каким-то образом отмирает, потому что есть там критический период до 7 лет, если там не выучить, то до 7, до 8, кто-то говорит, если не заговорить на каком-то одном языке, то дальше его изучение будет вызывать огромные сложности. Это, в общем, экспериментально тоже подтверждено. Теория language acquisition device, она спорная. Многими последующими исследователями она частенько опровергалась, в частности, там, утрихской школой, например. Но она очень такая заманчивая, запоминающаяся и яркая. Есть штука, которая в голове у каждого есть, какое-то устройство, которое потом отмирает, и все. И дальше уже ничего не получится. Надо обязательно ее накормить вовремя. Так вот, мы умеем доставлять контент до людей, но в людей, пока контент складывать, и любой материал, образовательные вещи, образовательные вещи, черт что говорю, информацию пока в людей совсем заводить, мы по-прежнему испытываем с этим огромные сложности. И поэтому нам приходится работать с мотивацией, работать с тем, чтобы это было интересно, чтобы образовательный контент не так сильно проигрывал ТикТоку. Тоже задача нетривиальная, потому что у нас attention span у современного... И так-то у человека attention span большие сложности с этим, и проблемы с фокусировкой. У современного человека так уж и совсем. Ну, вы можете, наверное, там сами себя вспомнить в начале пандемии в 2020 году, когда все смотрели статистику по коронавирусу в мире и в стране. Сейчас ситуация в Украине вызывает примерно такие же. Такое же количество обращений к новостям и телеграм-каналам. Ну, какое же тут обучение. У нас все время куда-то, все время нашим вниманием кто-то пытается завладеть, а обучение, помимо того, что это сложно, оно еще и не всегда очень интересно пытается завладеть нашим вниманием. Конечно, лучше посмотреть на котиков или на статистику какую-нибудь непонятно чего. Вот. Поэтому с доставкой контента, с одной стороны, революция произошла, да, но она уже произошла достаточно давно, а после 2020 года мы вообще все стали жить в новой цифровой реальности, потому что цифровизация образования просто вот насильно вошла в жизнь каждого, и преподавание онлайн теперь любой, не знаю ни одного преподавателя, который ни разу бы не преподавал онлайн. В 2019 году я знал таких процентов 40. Я ускоряюсь и скоро передам слово Ольге. По поводу технологий. Да, технологии позволяют учиться, когда удобно, где угодно и все прочее, но, к сожалению, это людей не делает более образованными. Когда появилась Википедия и вообще вот это вот начало интернетовской эпохи, если вы вспомните, как выглядели сайты, кстати, если вы хотите вспомнить, как выглядели сайты в начале интернетовской эпохи, зайдите на сайт lib.ru, библиотека Максима Машкова, это просто такая белая страница с диперссылкой. Идея была в чем? Мы сейчас в интернет выложим всю информацию, которая, в принципе, у нас есть. Люди так обрадуются, они увидят, что там все доступно, пойдут и сами все выучат. Ну, ничего подобного не произошло. Википедия – прекрасный ресурс, там есть сомнительные определенные статьи, информация, то, что было очень сильно проверенное, бывает. Но и многие, тем не менее, пользуются. Но как-то образованные люди, кажется, что не очень становятся. Очень поверхностное образование происходит. Мы там почитали одну статью уже. Все были вирусологами, сейчас все стали политологами. Это тоже, в общем, доступность информации порождает вот это вот все. Но технологии идут, скажем так, в образовании не так здорово, как хотелось бы. Ну, например, и вообще технологичность современного образования очень сильно преувеличена. Вот все эти воздушные замки, которые строятся, мы умеем трекать из этого, делать выводы, из этого делать вот это, они верны на определенный процент. Вот кофемашина с блютусом, которую вы, я не знаю, сколько раз им можно воспользоваться, но там вышли из машины, и перед тем, как подняться на этаж, нажали кнопку, она начала готовить вам кофе. Это замечательная, конечно, вещь, крайне полезная и очень здорово, что она существует. У меня такой нет. Но вот, скажем, в образовании технологии, скажем, автооценка урока, здесь уже колоссальные сложности. Мы же знаем, что такое хороший урок, правда? И мы можем, в принципе, его отследить, насколько он хорош или нехороший. И мы, наверное, могли бы построить какую-нибудь email-модельку, которая бы говорила, вот в этом уроке было то, сё, пятое, десятое, поэтому, скорее всего, он хороший, а вот этот, скорее всего, плохой, потому что в нем вот этого не было, а было что-то другое. Но даже с этим есть огромные проблемы. У нас был инструмент автоассессмента, который сейчас на полной пересборке, и он там ошибался в очень большом проценте случаев. Хотя мы потратили на него прямо очень много и энергии, и денег, и возможностей. И с точки зрения логики это не кажется, что что-то совершенно невообразимое. Там просто надо очень много работать и очень много этой email-модели объяснять, что такое плохо. С преподавателями что происходит? Действительно, все больше превращается в инструктора и тьютора, и здесь вход в профессию стал проще. У нас сейчас открыто, например, привлечение преподавателей по специальностям компьютерных курсов, и там абсолютное большинство ребят, они, во-первых, очень молодые, и во-вторых, у них педагогического образования нет. Ну, потому что, если вы хорошо знаете какой-нибудь Roblox или AppInventor, вряд ли вы учились в педагогическом вузе, потому что этому вас там не научат. К сожалению. Педагогическое образование в России в целом очень сильно отстает, оно в системном кризисе, и тут тоже мало что можно хорошего сказать, к сожалению. И сегодня вход в эту профессию, он стал гораздо ниже, то есть нам не надо сдавать какие-то педагогические минимумы, какие-то еще вещи, которые раньше были необходимостью. Теперь мы, в общем, зная что-то, можем это по определенным алгоритмным технологиям упаковывать и давать людям, другим. Вот такой очень короткий путь для обучения. Это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, конечно, общий уровень образования, преподавателей, наверное, ну вот не тех, которые выходят из вузов, хотя и тех тоже, он в целом, наверное, снижается. У нас меньше становится педагогов, которые могут работать со сложными студентами. А общий уровень, там, не знаю, даже эрудиции, в общем, могу сказать, что, как я работаю с разными преподавателями, он, в общем, тоже, к сожалению, снижается большому. И на это невозможно не обращать внимания. По-прежнему есть прекрасные молодые преподаватели, очень талантливые, замечательные, но в целом не все знают, где находится страна Венгрия теперь. Вот, к сожалению. Ну, я про кризис в образовании, наверное, говорить можно очень много в педагогическом. Самое главное, это по-прежнему в ПЭД-вуз идут по принципу отрицательной селекции. Никуда не взяли, пойду в ПЭД. Даже вот Московский педагогический государственный университет, с которым мы сотрудничали какое-то время назад очень плотно, даже там, это как бы МПГУ, совсем там высокий уровень. Но даже там такая проблема есть, и они тоже от этого достаточно сильно страдают. Ну и концепция образования. Сегодня научиться можно всему. От горизонтального бурения скважин до создания натальных карт. Все, что хотите. Но вот самая большая сложность на сегодняшний день связана с тем, что образование, его стадиальность, сначала там детский сад, школа средняя, потом университет, потом вот это все, оно устарело уже совершенно точно. Да, lifelong learning – это единственное, что может сегодня спасти. И вот эти все стадии, когда мы проходим вот это, потом вот это, а потом нас выпускают в жизнь, мы типа все уже умеем, это, конечно, уже не работает давно. Ну и самая большая проблема – это выбор приоритетов. Мне 33 года, мне ни разу в жизни не пригодилась тригонометрия после того, как я сдал ЕГЭ по математике. Вот никогда. Возможно, она когда-нибудь мне еще пригодится. Но я потратил на нее огромное количество времени, когда я ее изучал. Стал бы я хуже или лучше, не зная ее? Я не знаю. У меня нет другого опыта, есть только тот, который есть. Но очевидно, что акцент, который, ну, когда я учился, и мое поколение училось, был очень сильно сдвинут в сторону hard skills, он должен претерпеть некоторые изменения, потому что адаптивность – одна из базовых необходимостей, которые мы сегодня имеем. И этой адаптивности нужно учить. Последний слайд, я передаю слово Ольге, я и так уже целых 7 минут сожрал от ее выступления, только я приношу свои извинения за это. Это список, скажем так, скиллов будущего, которые в разных странах, респонденты, которых было 360 тысяч при исследовании Boston Consulting Group, отметили самыми важными в будущем. И здесь мы можем видеть, что коммуникация, аналитические навыки, лидерство, решение комплексных и сложных проблем, и именно адаптивность вместе с креативностью, они находятся на вершине, на абсолютной вершине списка. Вот эти софт-скиллы – это возможность очень быстро реагировать на изменение контекста, на изменяющийся контекст, и этому мы должны учить. Моя прекрасная преподаватель, доктор филологических наук, док Галина Михайловна Мандрикова и мой научный руководитель в свое время говорила, что задача вуза – не научить, а научить учиться. И вот мы тоже должны людей учить учиться. А как мы это делаем внутри нашего подразделения, работающего с детьми SkySmart, Ольга сейчас нам поведает, а я замолкаю. Коллеги, добрый день, меня зовут Ольга, и мы с вами сегодня поговорим. Будет здорово, если меня организатор разрешит включить видео, чтобы я вас видела и вы меня видели. И сейчас мы с вами пообщаемся про то, каким образом можно внедрять в образовательные продукты те вещи, на которых Антон сейчас остановился, да, то есть про что он сейчас рассказывал. И первое, наверное, да, еще раз представлюсь, меня зовут Ольга, еще раз повторюсь, не стесняйтесь, пишите вопросы в чате, буду готова на них отвечать. Я сама не просто, да, там, менеджер, который управляет кем-то там, я сама являюсь преподавателем, сама являюсь методистом, писала свои учебные пособия по математике, преподаю физику с огромным удовольствием. Поэтому буду рассказывать примеры животрепещущие для меня, которые мне близки и понятны. И давайте начнем с чего? Начнем с того, про что Макар уже говорил, да, про большой достаточно список от Всемирного экономического форума. Классно, что за нас уже клевые экспертные люди подумали и выделили те навыки, которые будут полезны детям для того, чтобы интегрировать их уже прямо сейчас в свои уроки с школьниками. Так называемые навыки 4К, вы их все сейчас видите. Достаточно известная аббревиатура, думаю, многие из вас ее уже слышали. И очень здорово, если вы уже ее внедряете. Поделитесь этим, пожалуйста, в чате, расскажите про свои кейсы, как у вас получилось это сделать. А мы с вами подробнее разберем сейчас каждый из навыков, каким образом можно конкретный навык внедрить в обучение и понять, что это принесло какую-то пользу. И прям покажу примеры заданий, которые помогают детям получать эти навыки во время занятий любым предметом. То есть не реагируйте на то, какие именно предметы. Я постаралась выбрать разные. Например, в любом абсолютно предмете можно это интегрировать просто по образу и подобию. Итак, первый навык, про который мы с вами поговорим, это навыки коммуникации. Понятно, что есть прямой смысл, что коммуникация – это просто способ передачи информации какой-либо. Важно понимать, что в коммуникативные навыки входит не только общение с детьми напрямую или общение преподавателя с учениками и детей между собой, но и на самом деле восприятие эмоций. Поэтому, например, в курсах для дошкольников мы используем анализы эмоций детей в уроках каждый раз. То есть мы либо спрашиваем у ребенка, что он конкретно чувствует, либо, например, показываем эмоции других людей и предлагаем их оценить, распознать, заниматься саморефлексией. В любом случае оценка эмоционального состояния, обсуждение эмоций, оно как раз для детей помогает развивать навык коммуникации. То есть самим правильно выражать эмоции, воспринимать эмоции других людей. Кроме того, что мы сейчас поговорили про эмоции, в коммуникации также относятся непосредственно использование определенной лексики либо донесение информации до каких-то людей вне сферы стандартного общения ребенка. Поэтому здесь привожу два примера с заданиями. Левый – это… они оба из русского языка на самом деле, из двух разных, правда, уроков. То есть первое – в качестве домашнего задания на тему деловой переписки, составления текстов. То есть прям конкретно взять жалобу и написать в Роспотребнадзор. Дети часто с этим сталкиваются. Здесь можно обсудить с ними особенности деловой переписки и такие вещи. И пример про то, что хотел сказать врач. Можно взять любую профессию, взять профессиональную терминологию. Это и лексический запас, например, на ребенка расширит. И здесь можно тоже порассуждать на тему того, нормальными использовать такие термины. Обычная речь, какие-то такие штуки с ребенком поговорить. Кроме того, в коммуникацию также относятся общение с внешним миром. Соответственно, разговаривать с детьми через мир соцсетей, учить их, как это делать правильно – это тоже важно. То есть делитесь с детьми теми публичными людьми, кто вам интересен. Кто рассказывает интересные, правильные вещи. То есть какие-то социально значимые, например. Не знаю. Если вам нравится Инстаграм, BBC, с удовольствием поделитесь с детьми и покажите, как можно вести социальные сети. Делитесь какими-то классными лидерами мнений, которые, возможно, по духу интереса вам совпадают. Сами ведите классные обратные. Классные соцсети, чтобы детям было интересно с вами общаться, например, за пределами урока. Кроме того, важно общаться через соцсети. Можно давать детям возможность публично выступать, то есть скидывать им TED-talks какие-то классные, давать возможность проанализировать, наоборот, негативные кейсы с письменными коммуникациями в соцсетях. Все это позволяет детям правильно выстроить навык коммуникации и поможет вам в том числе очень сильно разнообразить ваши уроки. То есть, например, предложить детям сделать доклад не в обычном формате, а в формате TED, скинуть несколько примеров, дать им возможность также выступить с теми требованиями, которые там, почему бы и нет. Это же очень круто, очень интересно, вовлечет детей, можно там окормить класс, сделать это очень-очень интересно и ярко. Следующий навык более широкий и имеющий кучу возможностей для работы с детьми в оффлайн-сфере – это навык командной работы. То есть очень важно не забывать о том, что командная работа – это не когда вы дали просто что-то группе детей, и они сами делают, а когда у детей есть общая цель. То есть у них есть какая-то общая задача, к которой они вместе друг с другом должны прийти. Вот если вы внедряете такие примеры заданий в свои занятия, это очень-очень здорово, тоже если у вас есть крутые кейсы, не стесняйтесь, делитесь, рассказывайте их своим коллегам, это можно очень здорово использовать. Навык критического мышления. Важно развивать в детях для того, чтобы дети сами могли, то есть то, о чем, опять же, Антон уже говорил, про самообучение, в дальнейшем, что мы учим, учиться не какому-то предметному знанию или навыку. Важно развивать в детях умение анализировать информацию, относиться к ней критически и делать правильные выводы. Кроме того, что критическое мышление важно по отношению к информации, критическое мышление важно и по отношению к самому себе. То есть ошибаться – это нормально. Важно с детьми правильно строить процесс анализа ошибок, процесс обсуждения этих ошибок, процесс исправления каких-то ситуаций. Регулярная рефлексия – это то, что поможет детям классно развить в себе навык критического мышления. Важно, что когда мы даем ребенку порефлексировать над чем-то, мы не должны давать ему готовый ответ, типа «ты вот здесь сделал неправильно, надо было вот так». А мы даем ему возможность порассуждать, и здесь скорее важны коучинговые методики, то есть как правильно задавать вопросы. Кроме этого, критическое мышление можно внедрять непосредственно в занятия, какими-то примерами. Я сейчас с вами здесь поделюсь. То есть, например, задание по типу «найти лишнее», найти ошибки какие-то в решении – это все позволяет детям научиться анализировать информацию. То есть прямой призыв проанализировать данные, сделая на их основе какой-то вывод. Кроме этого, вы можете как преподаватель акцентировать внимание на том, что и вы можете допускать какие-то ошибки. Если вдруг у вас, например, получилась какая-то описка в процессе решения, или вы где-то… Ребенок задал вопрос, и вы здесь сразу не смогли ответить. Тоже важно детям говорить, что это нормально. Давайте мы с вами вместе решим этот вопрос. Или там круто, спасибо, что дали мне обратно сказать, что где-то что-то я информации сделал немножечко не так. Навык креативности позволяет в первую очередь расширять горизонты. То есть это мы очень классно пообщались, развили нам коммуникации, обменялись информацией с миром. Дальше на уровне критического мышления мы эту информацию проанализировали, сделали на основе нее какие-то выводы, что-то там, как-то ее обработали. А навык креативности с точки зрения науки, исследований, например, нам позволяет что-то с этой информацией все сделать дальше. То есть, например, расширить горизонт. Здесь важно понимать, что не обязательно нужно постоянно фонтанировать какими-то идеями, но это будет круто, если вы сами будете, например, детям перед Новым годом, например, перед 23 февраля, 8 марта, не знаю, Днем космонавтики, делать те же самые тематические уроки. Классно, действительно весело, там в формате квеста, а не просто формализовывать какие-то данные. Это может действительно помогать. Там яркие якоря для запоминаний, которые вы даете детям готовыми решениями, они тоже развивают у них креативность. Ну и сами задания тоже можно делать такими, чтобы они помогали ребенку развивать вот это творческое мышление, то есть придумать историю, понаблюдать, найти что-то общее, либо наоборот найти какие-то разные вещи. Это все про креативы. Какие-то нестандартные задачки. То есть по факту занятия по осям симметрии вообще можно супер клево, интересно детям рассказать, но чаще всего они просто вот есть кости, лево, право, вот это все. Не надо, пробуйте придумывать, сделать что-то классное, и это будет вовлекать детей, и предлагайте им самим тоже придумать какие-то классные истории. Ну и там мои самые любимые на самом деле примеры, это шуточные какие-то визуализации, шуточные кейсы, когда вы с детьми действительно будете говорить, предложить им мемы придумать, какие-то явления, которые вы обсуждаете, покреативить с запоминанием правил, такие штуки, они очень сильно вам помогут развивать в детях эти навыки. Прямо вот здесь сейчас на ваших уроках никаких-то дополнительных курсов, ничего не нужно для этого. Другие важные навыки, про которые мне хотелось бы тоже с вами сегодня поговорить. Первое, это про то, что очень важно все, что мы даем детям, давать на практических знаниях. То есть умение привязывать теорию к практике, переходить от предметного знания к предметной грамотности очень важно. И когда вы с детьми, например, разговариваете на математике о чем-то, и, например, считаете объемы производства мусора, там про вечные темы, про экологию, про потребность мира в заботе о нем, это очень здорово позволяет детям приземлять те знания, которые вы им даете. То есть все, что вы рассказываете детям на занятиях, должно отзываться им, как для них это встретить в жизни. Да, Антон тоже говорил про тригонометрию, хотя очень можно круто и тригонометрию интегрировать в реальную жизнь и показать, а на самом деле, где с ней сталкивается человек. Поэтому не забывайте об этом. Не абстрактные тезисы, не общая теория, а действительно предметной связи с то, что здесь сейчас мы можем с детьми обсудить. Здесь вот примеры тоже заданий вам покажу сразу же. То есть на физике мы изучали все, что связано с физикой, биологией, химией, любое из естественно-научных предметов вы вообще берете, делаете с детьми все руками, показываете им, как это использовать. Если мы говорим про какие-то ощущения детей, про их мировосприятие, не стесняйтесь, давайте им возможность самим предлагать, а на каком примере они хотят что-то обсудить, а что они хотят проанализировать. Например, придет к вам ребенок и спросит, а почему, например, официальные какие-то заявления, когда рассказывают что-то по телевизору, показывают текст, строятся именно так, какие там правила, как вот уметь грамотно и четко с точки зрения каких-то аспектов рассказывать что-то. Можно же это обсудить, это на самом деле очень здорово. Поэтому не стесняйтесь, интегрируйте креатив, интегрируйте получение каких-то классных навыков детьми в уроке здесь, сейчас. Это вам очень сильно пригодится. Я постаралась немножко сократить, чтобы мы уложились в тайминг с вами. Интегрируйте в занятия, предлагайте свои классные идеи. Если у вас сейчас есть какие-то вопросы, за время обсуждения их не появилось в чате, задавайте, может быть, сейчас с вами придумаем какую-нибудь штуку, которая у вас здесь сейчас возникла, и вы хотите ее обсудить для внедрения в урок. Не стесняйтесь, делитесь, задавайте вопросы, давайте общаться. Ну, если вопросов нет, была рада с вами сегодня пообщаться, была рада дать вам возможность увидеть какие-то живые примеры, показать, что внедрение навыков будущего это не что-то сложное, не что-то технологичное, чего у нас еще нет, а то, что вы можете брать здесь, сейчас использовать на своих занятиях. Желаю вам удачи, желаю вам классных уроков, желаю вам крутых достижений с вашими учениками. Хорошего вам дня, была рада с вами сегодня пообщаться. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые коллеги, я подключаюсь, мы идем по программе, мне сейчас дадут возможность включить видео, для того, чтобы вы могли меня не только слышать, но и видеть. Ну и пока мне такую возможность дают, я с вашего позволения, мы сегодня даже немножечко с опережением идем. Итак, коллеги, одну секундочку, мы сейчас подключаем. Спасибо. 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 Так, коллеги, небольшая техническая заминка, мы все еще пытаемся запустить видео, это с настройками, маленький момент. Вот, но поскольку мы с вами идем с опережением времени, то я надеюсь, что это не повлияет на ваши планы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Настроили. Так бывает, когда важно обеспечить, чтобы все могли комфортно слушать и никто никому не помешал. Теперь вы меня можете не только слышать, но и видеть. Хотя я думаю, что презентация гораздо важнее. И мы с вами начинаем нашу встречу. Мы сейчас переходим к разговору о новых форматах заданий в 2022 году в ЕГЭ по английскому языку. И мы с вами сделаем вот что. Мы посмотрим не только на то, что изменилось, но мы посмотрим на некоторые особенности, которые могут стать подводными камнями для учеников. Потому что сейчас, как вы знаете, совсем недавно, или как может быть вы не знаете, но я вам расскажу, совсем недавно закончилось обучение председателя предметных комиссий по ЕГЭ. И, естественно, как с любым новым форматом бывает, во время обучения возникали вопросы, которые пока еще не в полной мере отражены в методических рекомендациях, не в полной мере отражены в материалах для подготовки членов предметных комиссий, которые есть на сайте ФИБИ. То есть принимался ряд решений, которые, например, говорили о том, что вот в такой ситуации давайте поступать вот так вот. Вот на эту ошибку давайте мы будем закрывать глаза первый год обучения, потому что естественно, что дети ее могут сделать. А вот эта вот ошибка, она будет серьезной, потому что об этом говорится в информации, но если ее дети не учили, значит, они не очень хорошо умеют интерпретировать задания. Вернее, не очень хорошо умеют анализировать задания. И это в момент важный. Поэтому давайте мы с вами сегодня посмотрим не только на то новое, на сами форматы заданий, которые произошли, изменения в 2022 году, как они будут выглядеть, но посмотрим именно на эти подводные камни, посмотрим на то, как правильно сконструировать ответ для того, чтобы он получил высокий балл, ну и, соответственно, поговорим о том, как ЕГЭ вообще меняется. Как вы знаете, уважаемые коллеги, ЕГЭ меняется, и ЕГЭ будет меняться в ближайшие три года. В этом году произошли очень серьезные изменения в заданиях продуктивной части, но если вы видели перспективную модель ЕГЭ, которую ФИПИ опубликовал еще в мае прошлого года, то вы видите, что этим изменения не закончатся. И в ближайшие два года изменения будут вноситься. Изменения будут и в части аудирования и чтения, там появится интегрированное задание, а изменения будут и в части лексика и грамматика. Одно из заданий на словообразование уйдет, вместо него появится другое задание. Но на самом деле хорошо, что у нас есть несколько лет для того, чтобы к этому постепенно подготовиться, для того, чтобы подумать, где взять материалы, адаптировать онлайн-курсы под эти вещи, выпустить новые учебные пособия авторам, то есть для того, чтобы нам разобраться. Ну вот давайте мы с вами попробуем теперь разобраться и вместе о том, что же у нас происходит в этом году. Вообще, конечно, в этом году много что тревожит и учеников, и учителей. И то, что есть у нас сам новый формат заданий появился. Конечно, это всегда тревожно. И то, что методические указания опубликованы были совсем недавно, потому что только в январе появились методические указания, методические материалы были опубликованы для членов предметных комиссий, региональных и председателей. По всем предметам, не только по английскому языку. Еще больше тревожит то, что не всегда логика ответа очевидна. Прошу прощения за отпечатку. И ученики и учителя часто не знают, где взять надежные примеры ответов. Так всегда бывает, когда какой-то путь проходит в первый раз, приходится полагаться на то, что доступно, и не всегда есть инструменты, которые позволили бы оценить, насколько это все, какие ответы надежные, какие правильные, как они будут оцениваться. К счастью, сейчас уже начинается обучение членов предметных комиссий, которые дадут информацию. Ну и позвольте мне вам кое-какую информацию тоже дать, которая вам пригодится, я надеюсь. Итак, начнем вот с чего. Я в эту презентацию положил только задания нового формата. Где-то задания не сильно изменились, поэтому мы об этом будем говорить меньше, а где-то нужно поговорить подробнее. Давайте начнем вот еще в устной части. Первое задание осталось прежним. Там как нужно было прочитать текст вслух, так его и сейчас нужно прочитать. Но обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, что в следующем году, либо через год, мы пока не знаем точно, когда ФИП решит это сделать, но тем не менее в ближайшие два года вес удельный этого задания, чтения вслух, повисится. То есть за него можно будет получить не один балл, как сейчас, а больше. Сколько баллов, об этом можно посмотреть в перспективной модели ЕГЭ, но это важно, потому что возрастает вес умения прочитать текст вслух с правильной интонацией. Но поскольку в этом году пока изменений нет, мы сейчас об этом с вами говорить не будем, но тем не менее это повод задуматься, потому что если мы можем помочь нашим ученикам, выполняя задания базового уровня, получить больше баллов, то это очень хорошо, конечно же. В задании номер два, изменения минимальные, там стало на один вопрос меньше. То есть всего там раньше было пять вопросов, которые надо было задать. А сейчас, в этом году, с этого года вернее, только четыре вопроса остается. И в ближайшие два года это задание из ЕГЭ уйдет. Его в перспективной модели нет. Но действительно, здесь на самом деле все довольно просто. Точно так же, как и раньше, надо задать четыре прямых вопроса. Здесь, если подводный камень какой-то и есть, то он на самом деле очень-очень простой. И подводный камень здесь вот в чем. Когда мы задаем первый вопрос про эту рекламу, то надо обязательно назвать сам предмет, о котором мы задаем вопрос. То есть недостаточно сказать «эть» или заменить каким-то другим местоимением, если там о другом предмете речь идет и подходит другое местоимение. Почему это важно? Потому что предполагается, что ваш собеседник должен понять, о чем вы задаете этот вопрос. Вот вроде бы простая вещь, но тем не менее много лет про это говорят. И все равно, если мы посмотрим с вами на методические рекомендации, которые содержат анализ ошибок прошлых лет, все равно эти ошибки сохраняются. Точно так же, как почему-то, к сожалению, несмотря на то, что ЕГЭ – это очень открытый экзамен, к сожалению, про него ходит много очень каких-то слухов непонятных. И, например, откуда-то по-прежнему говорят, что вот «а надо ли задавать разные типы прямых вопросов?» Например, там разделительные вопросы, еще какие-то. Или достаточно одного типа коллеги? Конечно же, достаточно одного типа. И это задание базового уровня, поэтому здесь не требуется ученикам демонстрировать способность показать, что они могут разные типы вопросов задавать. Самое главное, чтобы это были прямые вопросы, ровно так, как говорится, в задании. Но больше ничего здесь важного нет. Я думаю, здесь все понятно. Об этом говорили много раз. Это не новый формат, поэтому пойдемте дальше. Вот следующее задание изменилось. Как оно изменилось? В этом задании можно ответить на пять вопросов интервью. И теперь получается преемственность между основным государственным экзаменом ОГЭ и ЕГЭ. Только в ОГЭ – это от участия в телефонном опросе, а в ЕГЭ ответы могут быть более развернутыми. Если мы с вами посмотрим, то здесь практически все пять вопросов, они требуют не столько даже владения языком, сколько того, чтобы ученик умел говорить о себе. О себе, о своей семье, о своем регионе и так далее, и так далее. При этом обратите, пожалуйста, внимание. С точки зрения языкового содержания умений, здесь больших не требуется. Языковой материал небольшой. Здесь скорее требуется умение рассказать о том, что ты знаешь на родном языке, рассказать об этом на изучаемом. Почему это задание такое, и почему оно важно, и почему оно правильно с коммуникативной точки зрения? Наверное, потому в том числе, что когда мы с вами встречаемся и общаемся с иностранцами, то мы же не рассказываем им о том, как у них в Англии, например, для США дела обстоят. Мы не рассказываем им о том, что, например, королева живет в Букигемском дворце, и когда она в дворце, то флаг поднял, а когда она выезжает, то флаг приспущен. Кстати, если вы слышали последние новости, то неделю назад объявил канал The Royal Family Channel, объявил, что Елизавета не будет больше жить в Букигемском дворце. Она решила, что она будет жить в Виндзорском замке, а в Лондон она будет приезжать однодневными поездками. Утром приехала, вечером уехала. Если того требовать будет рабочая обязанность, то есть она окончательно переселилась в Виндзорский замок, а в Немском дворце принц Чарльз будет теперь жить с Камилой, но это уже отвлекает нас от тебя. Давайте мы вернемся. То есть посмотрите, пожалуйста, нам действительно в различных родных ситуациях общения приходится рассказывать о себе, о своей семье, о своем родном крае, о своем городе. И неважно, где это происходит. Если мы приехали за границу, нам задают вопросы, и мы говорим об этом. Откуда вы родом? А что там за город? А что там за регион? А как вы к тому относитесь? А как вы к этому относитесь? Если к нам приехали какие-то иностранные друзья, мы их обязательно ведем гулять, и начинаются вопросы, ой, какой красивый дом, когда он построен, а это кому памятник, а как мне лучше к поездке подготовиться, и прочее, прочее, прочее. Если мы с вами посмотрим на вопросы интервью, то мы увидим, что они как раз покрывают те самые аспекты, о которых мы только что говорили. Но что здесь важно запомнить? На каждый ответ, на каждый вопрос ответ должен состоять минимум из двух фраз. Почему так? Ну, во-первых, если мы с вами посмотрим, то есть откуда взялось вот это цифровое требование? Если мы с вами посмотрим на вопросы, то мы увидим, что здесь действительно односложно ответить, практически невозможно. То есть эти ответы, они явно будут неполными. Ну, посмотрите, пожалуйста, например, What else would you like our listeners to know about your region? Можно, конечно, сказать, My region is beautiful. Но понятно, что это не очень удачный ответ для интервью. Более удачно будет действительно что-то еще добавить, какую-то существенную информацию. В критериях оценки нет оценки о том, дана существенная или несущественная информация в ответе, потому что в разных регионах она может быть разная. Но вместо этого дали количественное вот это вот требование, что каждый ответ состоит минимум из двух фраз. Поэтому одной фразой, одним словом, одним словосочетанием отвечать нельзя, такой ответ не будет засчитан. Но если у нас реплика, например, интервьюера состоит из двух вопросов, как же быть? У нас всего 40 секунд на ответ. Неужели нам надо на каждый из этих вопросов по две фразы говорить? А есть дети, которые медленно говорят. А есть дети, которые долго думают, прежде чем говорить, что делать в этой ситуации. На самом деле, все равно на всю реплику интервьюера, неважно, из одного вопроса она состоит или из двух, достаточно ответить двумя-тремя фразами. То есть посмотрите, пожалуйста, на пример. Самый первый вопрос. What matter I should live in? And what's the weather like in summer there? И для того, чтобы ответ засчитали, достаточно сказать I live in, назвать, например, регион, и этого будет достаточно. И затем сказать про погоду. The weather in summer is, например, hot, warm, rainy, windy и так далее. То, что соответствует тому, что в регионе происходит. Здесь очень важно, чтобы ученики отвечали именно на заданный вопрос. Не пытались, например, отвечать слишком широко, потому что если вместо того, чтобы рассказывать о погоде, они решат блеснуть своими знаниями, показать, как они умеют говорить вообще на какую-то тему, и начнут говорить, например, про климат своего региона в целом. Климат у нас умеренно континентальный. То посмотрите, как интересно получается. Будет ли такой ответ засчитан? Он будет засчитан как полный, но он не будет считаться точным, потому что вроде бы на оба вопроса ученик ответил, но говорил не о том. И здесь ученик рискует потерять балл за каждый ответ. На реплику интервьюер, то есть за ответ на каждый из вопросов ученик получает по одному баллу и может заработать 5 баллов за выполнение этого задания. Ну и, конечно же, если в вопросе интервьюера есть такие слова, как why или why not, то нужно дать обоснование. Обратите, пожалуйста, внимание на довольно коварную ситуацию с двумя последними вопросами. Они относятся к событиям из разных временных зон ученика. Например, А теперь представим картину. Мы с вами видим эти вопросы на экране. Ученики будут задавать это задание на компьютере. То есть они не видят текста, они только слышат, как задан этот вопрос. Более того, несмотря на то, что они сидят в наушниках, они слышат, как кто-то рядом отвечает, прорываются какие-то обрывки слов и фраз, и это на самом деле очень неудобно, потому что ученики могут повторить за кем-то ошибки какие-то. И если они будут повторять эти ошибки, то, к сожалению, это может стать проблемой. Поэтому посмотрите, пожалуйста, здесь важно обучать учеников делать вот как имеет смысл. Когда они услышали вопрос, где говорится о каком-то отношении ко времени, например, when you were a kid in ten years, то здесь желательно, удобнее просто так будет, таких требований, конечно, в ЕГЭ нет, но просто так будет удобнее, начать ответ с фразы when I was a kid и затем говорить. Тогда уже не ошибешься, обязательно скажешь в прошедшем времени. Или in ten years, опять же, скажешь в настоящем времени. То есть здесь все будет довольно понятно и это становится удобно. Итак, я думаю, что теперь это задание стало гораздо понятнее после этих мелких моментов. Давайте посмотрим на следующее задание. Но прежде чем переходить к нему, давайте посмотрим на то, какие упражнения и опоры могут пригодиться. Одна из проблем – то, что ученики могут не успеть сообразить, как ответить за вот эти вот 40 секунд. Как правило, такого не случается, потому что вопрос на самом деле понятный, и ЕГЭ – это все-таки экзамен по выбору. Но может быть такая ситуация, когда ученики не сообразили ответить что-то. Как быть в такой ситуации? Например, начал отвечать, а время уже ушло или не начал отвечать, думал над вопросом. Думал над вопросом. И что у нас получается? Если ученик пропустил свое время, он может попытаться дать ответ в следующий промежуток. Самое главное – не забыть второй вопрос, который ему зададут, и в этот следующий промежуток тоже ответить как раз. Но для того, чтобы быстро вспоминалась лексика, для того, чтобы быстро были ответы, здесь имеет смысл поработать с учениками таким образом. Например, помогать им составить лексику, систематизировать ее. То есть, например, мы предлагаем ученикам некую mind map. Например, тема может быть family. вписываем в эту mind map категории, например, relatives, ages, даем внизу несколько слов для распределения, которые ученики будут по категориям распределять. И затем ученики дополняют слова по категориям, те, которые они смогут использовать для того, чтобы просто вспомнить. И вот такие mind map можно создать по нескольким темам из кодификатора. Мы сейчас про это поговорим. Для того, чтобы с лексикой натренироваться и все было в порядке и вспомнить эту лексику. Что еще может пригодиться? Можно взять готовые вопросы и готовые ответы. Вопросы в разных временах, на разные темы и, соответственно, ответы в соответствующих временах. Можно выделить ключевые слова в этих вопросах и предложить ученикам соотнести вопросы и ответы для того, чтобы не ошибаться со временем. Есть, кстати, пособия с готовыми примерными ответами уже, если вам нужно. Я готов их назвать, эти пособия, где можно просто какие-то материалы взять. Но как еще можно поступить? Например, один ученик у вас отвечает на разного рода вопросы. Вы эти ответы записываете и затем эти ответы используете вместе с другим учеником, когда он будет соотносить вопросы. Итак, где можно взять тему вопросов? Они все находятся в кодификаторе ЕГЭ, который выложен на сайте FIPI вместе с демоверсией в одном и том же архивном файле. Где можно взять готовые вопросы для того, чтобы поработать с учениками, научить их отвечать на вопросы быстро? Вы наверняка знакомы с Internet Teaching English as a Second Language Journal. Там есть готовый список вопросов. Я вам покажу сейчас, где их взять. А также можно использовать викторины, готовые онлайн викторины, которые можно поработать с учениками для того, чтобы научить их именно быстро на вопросы отвечать, причем вопросы именно такие очень общего плана. Вот как выглядит список вопросов. Он не полный, здесь только часть страницы на сайте этого журнала замечательного. Эти вопросы собирали преподаватели из разных стран мира, из разных точек, на самые разные темы. Не все вопросы подходят для школьников, просто потому, что, например, они требуют определенного жизненного опыта. Например, если идет речь про работу, понятно, что ученики не смогут отвечать на вопросы «What was the first job?» Большинство учеников не сможет. Но они могут ответить на вопрос, например, «What was your ideal job?» и так далее. Есть какие-то темы, которые в кодификатор не входят, поэтому их нет смысла брать из этих вопросов. Поэтому здесь стоит тщательно повыбирать, но на каждую тему примерно несколько десятков вопросов есть. Поэтому это просто неиссякаемый источник для тренировки, где можно брать уже какие-то идеи готовые. А вот как выглядит сайт с викторинами FunTrivia. Чем он удобен? Но обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, для того, чтобы имело смысл использовать эти материалы, нужно зайти в раздел Trivia for Kids, потому что все остальные викторины, которые там есть, они удобные, там есть таймер, видно, сколько времени уходит. То есть можно настроить таким образом, чтобы ученик, если не успел ответить за отведенное время, это было приближено максимально к экзаменационной ситуации, вопрос пролетает мимо и задается другой вопрос. То есть делалось все точно так же. Единственная разница, что здесь вопросы написаны, а не озвучены вслух. Но нам никто не мешает эти вопросы озвучивать вслух. Точно так же. И посмотрите, пожалуйста, мы заходим в раздел Trivia for Kids, и там будут вопросы именно вот такого общего плана, например, Topics for Kids. Можем найти самые разные материалы, и это можно давать в качестве, например, отдыха от обычной учебы. Есть у нас несколько минуток, можем подать это как игру и поиграть в эту игру. Но тем не менее, вот эти вещи. Да, вот как Виталий в чате пишет, естественно, такие темы, как гэмблинг, они совершенно детям не подходят и не потребуются. Поэтому, когда мы берем готовые вопросы, лучше свериться с кодификатором для того, чтобы понимать, может это что-то быть или не может что-то быть на ЕГЭ, потому что кодификатор перечисляет абсолютно все темы, которые могут быть. Обратите только, пожалуйста, внимание, что вот это задание базового уровня, поэтому, когда в кодификаторе будет тему смотреть, смотрите на колоночку базовую. Не берите повышенный уровень, просто не требуется. Как еще можно тренировать умение интервью? Ну, во-первых, у онлайн-школы Skyeng есть курс подготовки к ЕГЭ, и, естественно, как только появились новые форматы заданий, этот курс был адаптирован под новые форматы. Более того, как только прошло вот это вот обучение представителей комиссии, когда появилась информация о том, вот какие здесь подводные камни, о том, о чем мы с вами говорим, мы встретились с разработчиками этого курса, и эти изменения сразу начали вносить для того, чтобы учесть все вот эти вот моменты. Поэтому это можно использовать. Также обратите, пожалуйста, внимание, что сообщество SkyTitch проводит стримы, публикация делает, поэтому можно посмотреть стримы, есть они в записи, можно посмотреть, почитать публикации, где мы тоже говорим о ЕГЭ и о таких моментах. Ну и могут пригодиться несколько учебных пособий, поскольку у нас с вами сегодня задача не стоит говорить об учебных пособиях, я, может быть, парочку с пользой покажу, но давайте посмотрим, по крайней мере, на те ресурсы, которые вы уже сейчас можете взять. Вот, например, как выглядит страничка с курсом по подготовке к ЕГЭ по английскому языку, можно записаться на бесплатно ознакомительную встречу, ученикам предложить записаться, это абсолютно бесплатно, можно попробовать и посмотреть. Ну и, соответственно, у коллег, которые ведут этот курс от Skyeng, у них уже есть самые современные материалы, поэтому, коллеги, если кто-то хочет получить доступ к современным материалам, зайдетесь преподавателем с Skyeng, выбирайте тему ЕГЭ, если вам она более всего интересна, и, соответственно, вам будут находиться ученики школы, вам будет предлагать онлайн учеников, которые интересуются именно подготовкой к ЕГЭ, у вас будет готовый курс со всеми материалами, которые можно использовать, поэтому можно брать и работать в этом плане. И вы посмотрите, пожалуйста, вот как выглядит сообщество Skypitch, адрес skypitch.ru, и там в разделе методика, например, публикуются статьи, в том числе и о подготовке к ЕГЭ. Например, в феврале вышла моя статья ЕГЭ-2022, примерный ответ и пуст на части, совет на подготовке изменения, и многие вещи из того, о чем я вам говорил, они там упомянуты, есть еще какие-то, какие-то моменты, которые добавлены, и прямо примерный ответ дан. И есть у нас и по писанной части такие же вещи. Что касается пособий, обратите внимание на такой класс пособий, как пособий для разговорных клубов. Кстати, в Skyeng тоже есть разговорные клубы, отметим этот важный момент. Это когда ученики приходят, им предоставляется опора для этого клуба в виде вопросов готового списка и в виде определенных упражнений или готового материала по лексике. То есть, соответственно, ученик отрабатывает определенную лексику, но на самом деле это занятие, оно групповое, оно проходит в формате общения. То есть постоянно ученики отвечают на вопросы и ведущий этого клуба, он потихонечку ведет учеников так, чтобы у них у всех была возможность высказываться, чтобы они говорили друг с другом, высказывали свое мнение и так далее. Вот пример такого пособия для разговорных клубов. У Skyeng эти материалы в электронном виде, я имею в виду, нету книга, а материал для разговорных клубов. А вот в бумажном виде есть вот такая книга, но здесь нам важно на сам принцип посмотреть, когда, например, даются готовые вопросы на определенные темы, на которые ученики могут поотвечать. К этим вопросам есть тренировочные упражнения на лексику и на грамматику, поэтому, коллеги, смотрите, если удобно, можно брать на бумаге какие-то издания, либо ученики могут присоединиться к разговорным клубам Skyeng, которые проводятся на определенные темы, есть на списание, то есть это все доступно. И, наконец, мы с вами переходим к последнему новому заданию, и это хорошая новость, что других изменений не будет в устной части, все, что можно было, уже изменили в этом году, и вот это задание вызывает больше всего вопросов. Посмотрите, пожалуйста, это то задание, где надо работать с фотографиями. Я специально говорю работать, потому что здесь нужно не только описывать. Вот как это задание выглядит, и давайте обратим внимание на то, чем оно отличается, почему ученики не понимают иногда пока еще суть этого задания, и как на самом деле им очень просто это объяснить. Посмотрите, пожалуйста, в этом задании у нас есть коммуникативная ситуация. Экзаменуемый с другом работает над проектом. Первый ученик нашел две фотографии, которые могут иллюстрировать проект, и он отправляет голосовое сообщение другу. И смотрите, вот теперь цель голосового сообщения объяснить, почему эти фото подходят для проекта. Ученики считают, что здесь задача главная писать фотографии. На самом деле нет. Здесь у нас совсем другая задача. У нас задача убедить, что эти фотографии подходят. Иногда ученики, да и сами учителя задают такие вопросы. Они говорят, ну подождите, зачем голосовое сообщение отправлять? Разве нельзя просто взять и фотографию скинуть в мессенджере? Как сейчас делают в WhatsApp или еще в чем-то? Но на самом деле ситуация вот какая. Если вам фотографию в мессенджеры скинули, то вы не можете одновременно разговаривать по телефону, слушать аргументы вашего собеседника и смотреть на фотографию. Вернее, вы, конечно, можете свою громкую связь включить, но это как минимум не очень вежливо. А вот когда вам отправляют пояснения, комментарии, смотри, я нашел вот такие фотографии, сейчас я тебе объясню, почему они для проекта подходят. И мне важно твое мнение, потому что мы вместе этот проект делаем. Вот тогда получается совсем другая ситуация. она абсолютно естественная. То есть вот эти задания там ученики делают ровно то, к чему они привыкли. Они делают проекты в школах и задание на экзамене повторяет эту самую ситуацию. То есть, как я уже говорил, коллеги, целью сообщения является не описание и сравнение двух фото, а задачей этого сообщения доказать, что его можно использовать в проекте. Ну и плюс попутно ученики еще свое мнение высказывают о теме проекта и так далее. И это нормально, например, ученики не обязаны хвалить. Если им что-то не нравится, они вполне могут сказать «Мне это не нравится». Абсолютно никто это не запрещает. Итак, как же здесь ответ может быть построен? Ну, во-первых, поскольку это голосовое сообщение. Вот теперь мы включаем не просто логику, но мы смотрим на требования, на критерии оценивания и на то, как будут оценивать эта комиссия. Во-первых, поскольку это голосовое сообщение для друга, то прежде всего надо друга поприветствовать. Можно придумать какое-то имя другу. Можно не придумать, просто сказать «Hi there». Это абсолютно все будет доступно и засчитано. Самое главное, чтобы было некое приветствие и сказать, о каком совместном проекте идет речь. То есть, что это вообще у нас за голосовое сообщение такое. После этого посмотреть, то есть только приветствовать. То есть, это может быть фраза, например, такая «Привет, ты помнишь, нам задали вот такой-то проект, вот он как называется, я нашел две фотографии, которые мне кажется подойдут. Сейчас скажу, почему я так думаю или дай я объясню, почему они подходят». Затем посмотрите, мы кратко описываем фотографии, указывая, как они связаны с темой проекта. То есть, именно объясняем. Мы говорим, посмотри, например, вот у нас тема такая-то, вот эта фотография, которая показывает вот что, а вот фотография, которая показывает, как без этого люди обходятся, и вот что у нас происходит. То есть, соответственно, в описании включаем именно те детали, которые относятся к теме проекта. И еще важный момент, описание голосовое должно соответствовать тому, что изображено на фото. Почему я про это говорю? Потому что, когда шло пилотирование этих заданий, то возникала вот такая любопытная картина, когда, возникала вот такая любопытная картина, когда, например, ученики видели на фотографии, например, женщину зрелого возраста, они говорили, что «There is a young girl in the picture». Но вот там на фотографии невозможно было спутать. Или наоборот, говорили «There is a woman», хотя там была девушка-подросток. То есть, к чему это отнести? К тому, что ученики не отличают вообще, как кто выглядит, в каком возрасте. Но это маловероятно. Это все-таки больше похоже на речевую ошибку. То есть, здесь действительно важно говорить как раз о том, какое правильное слово использовать. Поэтому здесь, к сожалению, могут засчитывать за ошибку такие моменты. То есть, посчитают, что описание было неточным. Далее, посмотрите, мы описали эти фотографии, но назвали два-три основных момента, которые мы считаем подтверждают, что эти фото подходят для проекта. То есть, это не полное описание фотографий. Мы не говорим, что на первом фоне я вижу то, на заднем фоне то, слева то, справа то. Мы только говорим общими словами, на фото есть вот это и называем два-три аспекта, которые подтверждают, что это к проекту относится. Затем мы указываем одно-два различия. Ученики могут и одно различие указать по заданию, и это абсолютно допустимо, но желательно все-таки настраивать их на то, чтобы они говорили два различия, потому что тогда проще обосновать важность фотографий для проекта. Вот опять комментарий от Виталия, иногда бывает, что в некоторых пособиях, что мальчика от девочек не отличишь, но здесь проблема с пособием, к сожалению. В экзаменационных материалах там все-таки все довольно четко. И на демо-версии это видно, и экзаменационные материалы, которые бывают, там принимает комиссия, эти материалы разработчиков, которые смотрят, что там действительно можно было включить, и можно было понять, что на этом фотоспособен, такая проблема бывает, поэтому, коллега, давайте выбирать пособия, которые удовлетворят вас полиграфически, чтобы можно было удобно сделать это все. Итак, возвращаемся к нашей теме. Мы показываем одно-два различия, которые относятся к проекту, потому что так проще обосновать важность фотографий для проекта, то есть минимум одно, но желательно два. Затем, посмотрите, у нас логика меняется. Вот мы обосновали, как эти фотографии для проекта подходят, вот в чем они похожи, посмотри, вот они подходят, вот чем они отличаются, вот как это к проекту относится. Затем ученик говорит, какие преимущественные недостатки видят указанные в задании аспекте темы, например, вообще в целом, если говорить об этом, то вот какие преимущества, вот какие недостатки, и выражает свое мнение по теме проекта, важно, не важно, нравится, не нравится, пожалуйста, может сказать то, что считает нужным, и отвечает на вопрос, хотел бы он что-то там, то, что указано в задании, или нет, и почему, и объясняет почему. То есть это опять ключевой момент, что это можно объяснить. Вроде бы я вам ничего нового не сказал, но обратите, пожалуйста, внимание, здесь важно, чтобы логические связки между частями этого ответа, и самая главная задача, которую мы держим в голове, это то, что мы доказываем, что фотографии можно использовать для проекта. Ну и поскольку это у нас голосовое сообщение, у нас была вводная фраза какая-то, естественно, у нас должна быть и нет, и заключительная фраза, любая, которая докажет, которая покажет, что мы заканчиваем наше сообщение. Большое спасибо за комментарий Светлане Валиевой, что очень все понятно, благодарю. Я понимаю, что я даже честнерно здесь все это разжевывал. Я сейчас говорил так, как я бы ученикам объяснял, но мне кажется, важно исходить из того, что лучше поподробнее рассказать сейчас, чем потом потерять какой-то важный момент. Ну а мы с вами, коллеги, переходим к писанной части задания ДГЭ. Кстати, вот задание номер 4, какие могут быть упражнения. Это пока еще устная часть, которые помогут нашим ученикам. Мы можем, например, взять фотографии, дать список слов и предложить ученикам выбрать слова, которые относятся и к фотографиям, и к темам проекта. Это вот умение выделить ключевые особенности задания позволяет. Можем предложить вычеркнуть слова, которые не относятся к теме проекта. Можно дать готовое описание, сейчас скажу, где его взять, и вычеркнуть из него нерелевантные предложения, которые не подтверждают, что эти фотографии относятся вообще к теме проекта. Можно взять подборку фото, давать разные темы проектов и предлагать, выбирать, какие фото могут относиться к этим проектам. Можно взять примерный ответ, выстроить по порядку части сообщения. Можно дополнить предложение в тексте о коре, то есть взять опять же структуру ответа и предложить ученикам опираться, ну и соответственно сравнить свой ответ с примерным ответом и подумать, что можно улучшить, а где и так у нас хорошо. Я скажу, где можно взять примерный ответ, плюс я в заданиях, вернее в презентацию упоминаю пару изданий, где эти материалы уже есть. И мы смотрим за оставшееся время на задания 39 и 40, это письменная часть ЕГЭ. Что там поменялось? 39 есть изменения, но оно, слава богу, не очень большое. Вместо личного письма мы теперь пишем электронное письмо. Поскольку это письмо электронное, не нужно оформлять адрес и писать дату, не нужно писать никакие адреса, не нужно перерисовывать табличку. Вот мы ничего этого не делаем, мы просто на бланке ответа просто пишем свой ответ, не пытаемся шапку воспроизвести электронного письма, ничего, то есть все стало гораздо проще. При этом, поскольку это электронные сообщения, то можно использовать любого рода разговорные сокращения, такие как лона, гона, все что угодно. Но лучше, конечно, не предлагать ученикам это использовать, то есть если они используют, ничего страшного, это допустимо. Но почему говорят, что лучше не предлагать, для того, чтобы ученики не перепутали, и стали сокращения использовать в письмах уже электронных, не личного характера, а в деловых каких-то, потому что это может стать проблемой. Не нужно использовать сленг, за сленг оценка снижаться не будет, но со сленгом вот какая проблема. Исследования показывают, что каждые пять лет сленг обновляется примерно на 30%. И вот можно у учеников спросить, например, как они говорили несколько лет назад, какие словечки использовали, и спросить, хотя вы сейчас эти словечки все используете, а если кто-то будет говорить так, как говорил пять лет назад, вы говорили, это будет нормально восприниматься или смешно? То есть ученики сами понимают, что сленг – штука опасная, потому что если не знаешь именно современного актуального сленга, то можно звучать очень-очень старомодно. И по таким остромодным вещам как раз и заметно становится, что они из мода уже вышли. А вот аббревиатуры всяческие, например, SF, использовать можно. Самое главное, чтобы это были реально существующие аббревиатуры, а не какие-то придуманные учениками. Если это будет придуманное, ее не засчитают, посчитают за ошибку. Обратите, пожалуйста, внимание, поскольку мы пишем на почте, мы можем обратиться по имени, например, тут у нас есть имя, можем написать «Hi, Ronnie», «Hello, Ronnie», «Dear, Ronnie» и так далее. Можем не обращаться по имени, написать «Hi, there», «Hello, there». Тоже все абсолютно допустимо. Но тут получается пунктуационная разница. Если у нас есть имя, то после имени мы ставим запятую. Если у нас имени нет, то мы ставим восклицательный знак «Hello, there», например. В остальных случаях восклицательный… То есть если есть имя, восклицательный знак не ставится. Вот это важно ученикам объяснить. В остальных случаях восклицательный знак действует абсолютно по таким же правилам пунктуации, как и в любом другом тексте. Поэтому здесь только в обращении. На него обращаем внимание. Итак, мы пишем письмо, отвечаем на три вопроса нашего собеседника и задаем три вопроса по предмету, который указан в самом задании. Но поскольку ровно то же самое надо было делать и в личном письме, не в электронном, а в бумажном, то я, соответственно, не буду здесь ничего объяснять. Мы и так это все прекрасно знаем и объясняли ученикам. Так, что еще? Снижают ли баллы за использованием American English, связки слов «гона» и прочее? Нет, не снижают. Вообще подход к использованию, например, орфографии американской, он точно такой же. Если мы используем, как в международных экзаменах, если мы используем, главное – be consistent. Используйте ее везде. Спеллинг американский. А не так, что в соседних абзацах, например, тут мы британский спеллинг используем, тут американский. Если будет такой разнобой, он будет засчитан как орфографический. Если все в одной системе используется, например, спеллинг, то это абсолютно нормально. Это все допускается. Такс. Пойдемте дальше. Поговорили про электронное письмо. И обратите, пожалуйста, вот на какие моменты. Могут быть какие-то вопросы, на которые ученик захочет ответить, не знаю. Это нормальная ситуация. Например, там может быть вопрос, куда ты собираешься поехать на летние каникулы. Это нормально, когда ученик еще не решил, даже несмотря на то, что у экзамена. Но ответ «не знаю» будет недостаточным. Как сделать, чтобы он был достаточным? Какие-то любые предположения высказать. Например, «я не знаю, но обычно мы ездим к бабушке, наверное, мы и в этом году поедем к бабушке». Например, вот такой вопрос. Если ученик сам задает вопросы, то здесь важно, чтобы вопрос не дублировал ту информацию, которая уже есть в письме. Например, может быть такая фраза, что в письме, например, «я недавно выиграл соревнование». И ученик может спросить, например, что это было за соревнование. И задание. Задать три вопроса о соревновании. Что это было за соревнование, когда там оно проводилось, например, кто еще выиграл. Но если ученик спросит, а какие были результаты соревнования, то этот вопрос могут не засчитать, потому что результат известен. Вот, пожалуйста, собеседник наш сказал «я победил». И точно так же в самом первом вопросе, вот так же, ровно как в задании номер два в устной части, называем предмет, о котором задаем вопрос. Потому что если мы будем писать «ит», то адресат может не понять, о чем он спрашивает. И очень важно, обязательно должны быть слова-связки логические для перехода от одного момента к другому. Например, «позволь мне задать вопрос», «да, я отвечу на твои вопросы». То есть связки должны быть, если связок не будет, то снизить оценку за логичность. Мы говорили с вами о том, где взять структуру ответа. Пожалуйста, вот есть такое пособие трех авторов, Мадина Гаджиев, Лена Меджиговская и Николас Вейн-Кумс. И там авторы приводят и примерные ответы, и структуру ответа. Можно структуру ответа взять оттуда. Примерный ответ есть на сайте SkyTitch в статье. Поэтому возьмите, пожалуйста, посмотрите оттуда. И, наконец, последнее самое задание, которое больше всего смущает. Но у нас как раз остается 10 минут, за которые мы все это разберем, даже поменьше. Мы с вами уложимся в эти моменты. Итак, что важно. Здесь задание поменялось. Если раньше нужно было писать… Вернее, по-прежнему в кодификаторе оно называется развернутым логическим высказыванием. Но если раньше нужно было писать то, что, по сути, являлось форматом эссе, то здесь немножечко другое. Здесь по-прежнему рассуждение, но теперь нам надо опираться не на те ментальные конструкции, если можно так сказать, которые мы построим, как эссе, а здесь мы опираемся на данные в графике. Это по-прежнему рассуждение, рассуждение на определенную тему. Только теперь это идет с опорой на график. Поэтому, коллеги, важно понять, что это не описание графика, а это опора на график. Да, мы часть анализируем, да, мы часть описываем, но все равно мы по-прежнему рассуждаем над темой. И здесь… Некоторых учителей смутил тот момент, что здесь берется какая-то выданная страна – Зеттланд. Кто-то даже начал искать и говорить, а вы знаете… А раньше так называли Шеттландские острова. Кто-то говорил, а вы знаете, Зеттланд – это на самом деле пригород Сиднея в Австралии. И, мол, как же так выводить детей в заблуждение? На самом деле это задание было специально сделано таким образом, чтобы учеников не было искушения что-то придумывать и отклоняться от темы задания, придумывать, что они сами провели опрос. Здесь четко говорится, вот у нас есть, посмотрите, пожалуйста, в этом задании, у нас есть коммуникативная ситуация. Когда ученик выполняет проект, у нас есть информация о том, что ученик нашел данные про эту страну. Он не сам провел опрос, именно для этого придумана страна, где он при всем желании провести опрос не смог бы. Во вступлении надо обязательно сказать о том, что это за проектная работа, и можно сказать о ее важности, можно не говорить. То есть о ее важности говорить не обязательно, но логично было бы сказать, например, да, вот тема важная. И поскольку задание высокого уровня, то и лексика должна быть высокого уровня, и грамматика, соответственно, тоже. То есть какие-то развернутые предложения, сложно сочиненные, сложно подчиненные. Я увидел вопрос насчет комментариев всех пунктов, я сейчас к нему подбираюсь и все скажу. Итак, как получить высокий балл за это задание? Давайте также пойдем по шагам. Во-первых, нам нужно не просто рассуждать, а указать, что ведется работа над проектом. И поскольку мы будем рассуждать с опорой на график, то мы и используем данные из таблицы, либо из графика. Как я говорил, не надо придумать что-либо. Например, что это ученик сам провел опрос, сам собрал данные. Согласно заданию ученик нашел готовые данные. То есть уже есть результаты проведенного кем-то опроса в другой стране, и мы знаем, кого именно опрашивать. Подростков, студентов, пожилых людей и так далее. Это все в задании говорится. И вот обо всем этом мы пишем во вступлении в первом абзаце. Например, я работаю над проектом на такую-то тему. Для этого проекта найдены результаты опроса, проведенного в такой-то стране, и опрошен такой-то круг лиц. И важный момент вот какой. Если мы выбрали описывать таблицу, то мы так и пишем, что данные изложены в таблице. Не подменяем словом диаграмма, потому что тогда скажут, что подождите, это ошибка фактического. У вас данные в диаграмме выражены, а вы пишете, что таблица. То есть вот это вроде бы простая вещь, но она важна. В следующем абзаце мы как раз указали, что данные взяты из таблицы. Это может быть выведение. Либо мы переходим в этом абзаце и пишем, что данные собраны в таблице. И приводим примеры. Вот тут достаточно привести 2-3 факта. Но поскольку мы анализируем статистическую информацию, здесь важно привести сами цифры. В задании написано, что цифры надо писать цифрами, а не словами. Поэтому в абзаце можно развернуто написать 2 факта, либо кратко 3 факта. При этом, посмотрите, достаточно будет в этом году, например, может быть, у следующих тоже решат так оставить, чтобы хотя бы один факт передать цифрами, а следующий использует такие слова, как большинство, меньшая часть. Но хотя бы одна цифра в соответствии с заданием должна быть прямо вот написанная цифрами. В следующем абзаце мы проводим одно-два сравнения данных и запроса, относящиеся к теме нашей с вами проектной работы. Поэтому, соответственно, придется использовать сравнительные степени, обороты, больше, меньше и так далее. И поскольку мы с вами все-таки рассуждаем над какой-то темой с опорой на собранные данные, то нужно как-то попробовать интерпретировать эти цифры. Вот внимание, коллеги, этого нет в критериях оценивания, но это то, о чем говорили председателям комиссии. И это то, как будут учить экспертов. Это важный момент, и вы его в другом месте не найдете, только уже от тех, кто прошел это обучение. То есть посмотрите, пожалуйста, здесь нужно цифры как-то интерпретировать, то есть, например, проанализировать данные, сделать предположения какие-то. Например, вот больше подростков читают такую-то литературу, вероятно, потому что... То есть тут не обязательно развернутый анализ, просто половинку предложения написали, уже будет достаточно. Но этот момент действительно важен. Светлана Валиева спрашивает, правда ли, что во втором параграфе строго нельзя использовать сравнительную просходную степень? Нет. Нет, конечно же, не беспокойтесь на этот счет, можно использовать все, что угодно. Самое главное следует за логикой. Задание у нас в сравнении должно быть следующим, поэтому там надо использовать обязательно. Но, конечно же, можно использовать где угодно точно так же. В ЕГЭ крайне редко бывает какие-то вот эти вот нельзя, потому что основная задача у нас – это достичь коммуникативной цели. Если мы цели достигли, значит, все в порядке. Если мы цели не достигли, значит, неважно, какой язык мы используем, задание все равно обнуляется по ответам. Поэтому можно использовать и сравнительную степень, и превосходно, это абсолютно все нормально. Самое главное, что там, где она предполагается, она должна быть. А в других местах, естественно, тоже может быть, если ученик решит так это все использовать. Вот такие вот моменты. И, опять же, мы выбираем такие данные, ровно так же, как мы про устную часть говорили, о которых можно сказать что-то существенное. А вот теперь отвечаем на вопрос, который задавался раньше. Желательно. Опять же, желательно – очень коварное слово, потому что желательно, и это, конечно, хорошо, но это не значит, что обязательно. Я могу только повторить след за тем, как говорили представители комиссии. Желательно, чтобы во втором и третьем абзацах были упомянуты все пять пунктов таблицы или графика. Но мы видим по заданию, что у нас должно быть минимум три факта, поэтому если меньше трех использовали, то тогда оценка будет снижена. Не вся коммуникативная задача решена, тема не раскрыта. Если пять использовали, то это не приведет к повышению оценки. Это просто гарантия того, что скажут, да, ну теперь уж точно тема раскрыта. Ну и, соответственно, поскольку у нас пять фактов, то, правда, хорошо бы их как-то распределить так, чтобы они не повторяли в третьем абзаце, не сравнивали те же самые факты, которые анализировали во втором. То есть, например, во втором абзаце мы говорим, что мы видим, что дети читают разные совершенно жанры. Например, столько-то процентов подростков, пункт нам надо темы, цифру назвать, столько-то процентов подростков любят книги такого-то жанра, еще примерно треть такого, еще примерно треть такого. Потом мы переходим к следующему абзацу и анализируем как раз наиболее выдающиеся. Например, но большинство подростков вот это вот читают, это во столько-то раз больше, чем, например, такой-то жанр. А самая меньшая часть читает вот это, это во столько-то раз, например, меньше. Вот у нас с вами сравнительная степень появилась и цифры, и в то же время мы распределили все вот эти вот пять пунктов по этим абзацам. И самое главное, что не нужно придумывать, не нужно добавлять какие-то еще данные, достаточно использовать только данные из таблицы. То есть у нас есть опора, либо таблица, либо графика, и мы этими данными пользуемся. Затем, посмотрите, в следующем абзаце мы описываем возможную проблему по указанному заданию аспекта и возможное решение. Опять же, если ученик так решил, то эта проблема может вытекать из данных опроса. Если он не хочет там искать проблему, ничего страшного, можно придумать ее самому. Самое главное, чтобы проблемы и решения были реалистичными и логичными. То есть проблема, она все равно же связана по заданию с темой проектной работы. И не надо придумывать данные, которых нет в таблице. Что имеется в виду под реалистичностью и логичностью? Ну, например, предположим, проблема, которая может возникнуть с чтением. И ученик говорит, например, проблема со здоровьем может быть, и когда много читаешь, то глаза начинают видеть хуже. Проблема, проблема, реальная, реальная, к сожалению. Какие могут быть реалистичные решения? Например, читать больше бумажных книг, меньше электронных, потому что меньше нагрузка на глаза. Либо, например, не только читать, но, например, помнить, что надо расстояние от класса до книги, определенное придерживаться. То есть создать некую гену чтения. Читать при хорошем освещении тоже может быть такое решение. И эти все решения логичные и реалистичные. Если ученик начинает фантазировать и говорит, что самое хорошее решение этой проблемы – это придумать новый тип бумаги, который не будет влиять на глаза вообще никак, то такое могут не засчитать, потому что мы все-таки говорим, исходя из того, что есть, решение предлагаем, а не начинаем фантазировать. Здесь мы вынуждены пожертвовать креативностью в пользу точной передачи фактов. Затем мы высказываем собственное мнение о том аспекте, который указан в задании. И вот здесь очень важно, чтобы это было не безлично сделано, а именно написать, что это мое мнение. То есть прямо использовать вводные фразы «in my opinion, I believe». И вводные фразы надо использовать во всех абзацах абсолютно. Прямо вот начинать с вводных фраз. Но в первом абзаце мы не можем с вводной фразы начать, естественно, но мы можем переход к идее последующего абзаца обеспечить с помощью вводных фраз. Если не будет вводных фраз в каждом абзаце, вот неких маркеров логической связи, то тогда посчитают, что проблема с организацией текста, либо с логикой. Ну и, соответственно, поскольку мы описываем проект по работе до школы, то есть тип у нас должен быть нейтральный. Ну что ж, вроде бы все сказал про средства логической связи, а вот еще момент вот какой. Чтобы не нарушить эту логическую цепочку, если где-то ученик пишет «first», то обязательно где-то еще в тексте работы должно быть и «secondly». То есть не «next» и «then», а все-таки «firstly», «secondly». Мы же и по-русски тоже, если будем, кстати, сказать где-то «во-первых», мы обязательно скажем «во-вторых». Правда же? А речь, когда мы будем говорить «во-первых», а потом «затем» и так далее, какие-то слова использовать, она будет звучать немножечко не очень грамотно из-за того, что мы нарушили эту логическую связь. И здесь ровно та же самая картина. Ничего другого у нас не меняется. Вот как могут выглядеть, например, полезные фразы. Как мы с вами говорили, первую цифру назвали цифрой, и дальше пишем, например, «a quarter of those», «roughly a third» и так далее. И сравнения какие-то могут быть, например, «ranks below», «it is more important» и так далее. И некая интерпретация «it may mean that». Приводим, как мы с вами говорили, ровно то же самое, что требуется. Опять же, структуру ответа можно посмотреть в пособиях, например, пособия Гаджиевой, Меджимовской и Николаса Вейнкомса, пособия хорошая вышла Ирина Хитровой, это преподаватель ГИМО. Ну вот вещи, которых можно посмотреть, конечно, можно где-то еще. Ну и кроме того, то, о чем я с вами говорил, для того, чтобы это не забылось, есть статья, которая была опубликована с Кайтич, и в этой статье тоже есть информация. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы уже абсолютно с вами добрались, исчерпали время, которое отводилось на это выступление. Уже 46 минут у нас, 40-45 минут было запланировано, в расписании вообще 40 стояло, поэтому я хотел бы вам сказать спасибо. Если какие-то вопросы есть, я с удовольствием постараюсь ответить, но я специально настолько детально и подробно говорил, утомительно подробно даже, для того, чтобы как можно меньше оставлять поводов для вопросов. Ну что ж, спасибо большое. Мы с вами фактически провели 50 минут вместе, поэтому спасибо за время, которое вы нашли, выделили. Я надеюсь, что вот эта информация вам пригодится. Вопрос про запись, коллеги. И это хорошо, что такой вопрос возникает. Это значит, что то, что мы рассказывали, это полезная информация. Запись 16 числа планируем отправить всем участникам. Так что, коллеги, надеюсь, что все пригодится. Вот еще раз большое вам спасибо за ваше время. Я желаю и вам, и вашим ученикам больших успехов в ЕГЭ. А вот вопрос от Элеонора. В устной части при описании фотографий можно использовать фразу «зекенси»? Да, можно. Здесь ничего не запрещено абсолютно, совершенно никаких проблем нет. Так что все в порядке. Ну что ж, до свидания, коллеги. Субтитры сделал DimaTorzok